Так вот, сайт, и вот я вот выставленный адресалон, то есть эта школа музыкальная продакшена, домашняя студия. Почему я так вот назвал и в чём концепция этой школы? Концепция в том, что сейчас в то время, когда музыкальный продакшен здесь ушёл как-то новые звуки, доступные вполне средства, то есть большие и крупные студии с консолями, где ещё лет 10-15 лет назад все музыканты вынуждены были написаться там. Сейчас достойного уровня достигли софт и необходимые железки такие, как звуковую карту и так далее. Талантливые ребята делают ноутбуков, они даже себе хитрые дома. И бытует ещё мнение среди звукоинфициров, которые на ютюбе сидят за консолью, что только на этой консоли, только аналоговый звук, только компрессоры дорогие могут создать хороший звук. Они же потом признаются, что они сами уже в этом не для красоты стоят, а сами всё уже делают но инвебокс, как говорят, то есть в коробке, в компьютере это слово. В этом и весь смысл, что много людей хочет научиться каким-то простым вещам написать дома гитару на биносовку вокалов, создать какой-то проект, какую-то рок-банда, рэперы биты свои надевают, начитывают тексты. Конечно, это можно научиться самостоятельно при желании. Есть ютюб, есть куча ресурсов в интернете. Как вы знаете, в интернете всё сумбурно. Если человеку новому, он будет, конечно, всё пугать. То он попадёт на какого-нибудь очень дубного, продвинутого, учителя, как сказать, который вам что-то рассказывает, да, и он к другому возьмётся, где взять такие деньги, где взять все эти миллионы. Как это? А он говорит. Это раз. То, наоборот, попадёт на какого-нибудь такого братана, который говорит, да ничего не надо, вот там на пол-студио, сейчас я научу, как всё делать. Как бы такие две крайности. Там есть и хорошие ребята, которые действительно дают много хорошей информации, полезной, они такие все ловкие, как бы всё умеющие. Но, как правило, они её дают в таких объёмах, да, то есть какая-то недосказанность, и в конце они обязательно будут предлагать либо купить у них курсы буквально, либо что-то в этом будет. Ну, во всяком случае, в человеческом тимусе так устроено, что всё как бы можно сложить, этот пазл, да, из кучи всякой разной информации, потом оно там сложится в общую картину, инфляцию, что-то, ну, для этого можно какие-то гигабайты через себя запустить. И многие просто сдаются, говорят, да нет, это сложно до этого. Но вот наша задача показать, что это несложно, что это недорого, несложно, доступно, и как бы как можно быстрее, чтобы человек, у которого есть к этому интересу, чтобы он без каких-то там лишних движений начал этим заниматься и стал удаливаться каких-то результатов. Поэтому мы подготовили курсы такие. Ну, сразу расскажу, да, чтоб не говорить. Курсы 10 занятий, примерно полтора-два часа. Ну, полтора, я думаю, это достаточно, чтобы не перегрузить, ну, сколько-то за одно занятие. Вот. И два раза в неделю. И на пять недель получается 10 занятий. Вот есть вот программа, при которой какой-то человек сможет, в общем-то, пройдя это всё, уже быть, ну, скажем так, это, конечно же, он не станет там профессионалом, там, за это, за такое количество времени нельзя научить всему, но дать ему старт, чтобы он дальше уже мог развиваться, вполне реально. То есть именно из новичка сделать человек, который уже там. В планах у нас дальше, конечно, развитие. Если будут ученики там продвинутые, кто уже в эту тему глубоко погрузился, то, ну, там уже для себя выбрал секвенсер, в котором он работает, там, программу, стиль, там, это. Есть много в нашем отложении специалистов, которые могут, ну, непосредственно учить, там, например, там, плетон, там, электронную, допустим, или там записи живых, например, долгое время, 25 лет пишет живые, коллективные. И так далее, и так далее. То есть, ну, дальше покажет, собственно, спрос, предложение, мы планируем развиваться. Ну, пока расчет на начинающих, на молодых ребят, которым нечего делать. Более того, я, может быть, не силен в маркетинге, но, как бы, цену, которую я планирую предложить, это, ну, самая демпинговая, самая дешевая цена, которая есть на рынке. То есть, в частности, вот, за вот этот курс 6 тысяч рублей, базовая цена. Вот. Для сравнения, аналогичные курсы, да, там, есть в Ростове одна школа, в Питерской, как бы, ну, франшиза, там, то есть, по сравнению. Но она такая более специализированная, там, звука оператора, там, еще такие, вот, как бы, рассчитано на людей, которые профессию выбирают. У них тоже есть курсы короткие, вот, ну, там стартуют уже, там, 12, 15, 16 и так далее. Есть бюджейские курсы тоже, там, базовые стартуют, там, 15, типа, там, 30, 50, в зависимости от выбранного плана. Вот. Я делаю ставку на то, чтобы это было доступно максимально на количество людей. Это раз. Второе. Поскольку мы домашняя студия, да, мы будем помогать начинающим, начинать без всяких вложений таких капитальных, типа, там, покупок дорогих. Это, ну, неправильно. Я считаю, что человек должен вначале понять, для чего это нужно ему или нет, и что ему нужно. Вот. Какое было это оборудование, какое назначение, стоит ли заниматься, там, с какими-то, там, дорогими вещами, или стоит ли, наоборот, там, на чем-то дешевом, значит, что нельзя делать. Нужно объяснить его минимум, индивидуально каждому, что ему нужно. Ну, вот. В принципе, начальник может, ну, имея дома какой-то компьютер, вот. Желательно, конечно, не очень старый, ну, 10-12 летней давности, вот, чтобы там, например, двух ядерных процессов, хотя, вот, что-нибудь, двух, два, три, там, пять, лучше, семь. Идеально, чтобы для всех задач подходить. Немножко, чтобы оперативная память была, там, не один гигабайт, я говорю, четыре. Ну, все современные программы, они где-то стартуют, там, от четырех гигабайт. Оперативной памяти, ну, и компьютер, там, стоящее. Ну, я даже не только. Вот. И, как бы, если у него уже это есть, неважно, Windows и Mac, это вообще, в общем-то, когда они, в общем-то, компьютер и Mac, в принципе, заточены под музыку, купательный хост какой-нибудь стоит, а гараж будет. Вот. Ну, большая часть, все-таки, это, наверное, на Windows, все находятся, наших клиентов больше. Вот. Что касается софта, да, существует, ну, типа, многие говорят, там, программу надо тоже приобретать, покупать. Ну, как бы, с одной стороны, это правильно. С другой стороны, сейчас есть замечательная программа, которая, в общем-то, своей политикой оборвалась сейчас огромная армия патрульника. Фактически она не складывается. Это хост, который, как бы, у него вечный триал. То есть, вы можете официально совершенно отойти на сайт, какой-то сайт, какой-то сайт, скачать ее и покупать ее лицензию, которая стоит всего 60 долларов, ее даже не нужно. Ну, в принципе. То есть, просто у вас будет каждый раз предпыть и загораться, что, типа, вы еще там выбрали. Если вы выбрали, то купите, пожалуйста. Вот он будет просить там всю жизнь пожить. Причем он будет обновляться и все. И абсолютно полнофункциональный хвост. Это он двухплатформенный. Есть и параметры, и подписи. Есть какие еще варианты начинающим? Допустим, есть варианты при покупке звуковой карты. Но это там чуть позже. Часто в комплекте идет, да почти всегда, какой-то идет секвенсор. Ну, то есть, программное обеспечение. Ну, сразу, обычно облегченный ферсик, немножко обрезан. Но начинающим вполне такой. Примерно корпус-райт продает вам, будет он, думаю, и бывает. Вот, допустим, стайндер. Сейчас у наших партнеров магазинов есть стайндер. Вот такая знаменитая контора QBase, которая выпускает, она же выпускает железки, и Махаева, и Махаева, и Махаева. Есть у них бюджетные карточки и QBase. Это тоже начального уровня QBase, вполне прилично отцов. То есть, как бы, это один вариант. Есть еще масса других вариантов. Я об этом не буду говорить. Что касается владельцев Маха, да, все знают, что это замечательная программа QBase Pro X. Я сам работаю в лоджике. Хотя у меня здесь, если я убедитель, только у меня есть яблитунвая или просты. Пробовал я другие секвенсы, и как бы остановился в лоджике, для меня, для моей задачи, это бы самое удобное. При этом мы всем его не будем давать. Так, у меня немножко сумбурно, я бы тебе составлял план, сейчас нанесу все, как, что угодно, я посмотрю и до сих пор. Давайте я еще немножко о терминах, я бы хотел. Много англицизмов таких в нашем деле присутствует, но это, конечно, объяснимо, потому что все эти программы, они все не имеют там, как правило, русского интерфейса, русских флот в себе. Поэтому, допустим, слово продакшн, почему мы называем, что мы это называем под словом продакшн? Как бы это производство, да, переводится буквально, производство на музыкальный продакшн. Ну, у нас как бы принято производством называть, производство чугуна, там, стали, поэтому у нас пришло слово продакшн, да. Это процесс, при котором, итогом которого является готовый музыкальный продукт. С длинными словами, это записанное музыкальное произведение, где автор, продюсер, там, воплотил свои идеи и создал заключенный проект. Продюсер, у нас тоже, значит, в России такая история сложная, стереотипно, мы подразумеваем такого, карабаса-барабаса, продюсер, походим, артистами, эксплуатируют, или, походим, в биджаке, решают вопросы. Ну, во всем мире, такой продюсер, а мы называем, как раз люди, которые пишут слишком. Наши придумали сам продюсер такое слово, в остальном мире такого нет, но мы придумали без английских двух слов, чисто русское слово сам продюсер. Значит, поэтому, и вот в процессе продакшена, когда мы все записали барабаны, запрограммировали мелодию, записали вокалы, потом, значит, ну, такой, получился такой микс, да, все это смешали, вот, этот микс, значит, нужно, чтобы все звучало и качало, нужно его свести. В английском это процесс миксинг называется, но не пришлось у нас миксинг, мы называем сведением. Вот, сведение это и обработки, и пространственные обработки, и динамические, и так далее, и так далее, по всему миру изучать, простым языком, будем по, так сказать, по этапам все это, у человека, что в голове сложилось. Ну, и когда вот микс готов, вот последний этап, это мастеринг, это уже финальная пропорция, как правило, это нормализация по громкости, чтобы человек был одной громкости с принятыми стандартами, и, ну, там, подчеркнуть плюсы, минус какие-то, скрыть, какие-то минорные дела, такие не очень яблые, ну, когда хороший микс, мастеринг, это, в общем-то, практически очень маленький, 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 правочка, и все, вот, к этому тоже. Сейчас, в современном, вот, продакшене, люди, о которых я говорил, о которых я говорил, о том, пишут треки, они, как правило, делают одновременно и микс, и мастер, то есть, вешают на мастер-канал лимитер, и вместе с этим сводят, то есть, как бы, классические звукорежиссеры, там, категорически проводят таких методов, ну, есть и сторонники, и главное, чтобы их получать. И слушателю, в конце концов, безразлично, какими его способами сделали, правильными или неправильными, если его зацепило, все там, звучит в итоге, то никаких правил нет, на самом деле. Вот. Ну, в общем-то, по поводу цен на оборудование, когда людей пугает, требует кучу увлажнений. Ну, допустим, небольшая звуковая карта домашняя. Почему она нужна? Во-первых, давайте начнем. Есть в любом компьютере встроенная звуковая карта. В компьютерах, в макрах, она вообще славится, славилась всегда хорошим качеством. Есть аудио, какой-то, малой задержки, так как. Но, тем не менее, внешняя звуковая карта, это, в общем-то, обязательный атрибут для домашней студии. Ну, во-первых, если вы будете записывать какой-то инструмент типа китбары или микрофона, его можно куда-то соединить. В компьютере домашнем нет такого микрофейса, нет такого гнезда, куда волкнуть этот микрофон. Поэтому, ну, вот примерно вот такого вот плана звуковая карта на картинке, она позволяет сюда вовремя свою гитару, микрофон, ну, как видите, здесь вот у этой карты два входа бывает таким входом, это когда человек только гитара не подразумевает, потому что афоточки с инфизаторами, какой-то стереоисточник, а только моноисточник. Да, ему достаточно с одним входом, они, в общем-то, стартуют там от 5-6 тысяч вполне приличного качества. У них есть второй момент. Если вы, забегая вперед, вы будете писать вокал, он, да, то желательно иметь, не знаю, микрофон студийный, да, то есть это с большой мембранной конденсаторный микрофон. Ну, как и не мы. Сейчас приедем вам покажу. Примерно вот так выглядит, не как вот этот динамический. Вон, такие микрофоны, в отличие от динамических микрофонов, это динамические, вот сейчас говорю. они позволяют, конечно, гораздо более детально воспроизводить, записывать все эти волны. То есть в студиях пишут, конечно, такие. Ну, бывают, кстати, случаи, когда студент, особенно это касается рока, как-то тяжелого вокала, такого мощного набористого, что его пишут в обычные шуты, или, как у меня, да. То есть в принципе, если у вас нет этого, можно показать, есть динамический микрофон, по причинам. И пишут и в него, и это не страшно. Вот. Вот эти микрофоны, ну, мы берем как бы по шаблоне, как, в принципе, выглядит в большинстве домашних стилей. То есть это звуковая карточка, это микрофон. В чем не нужно гнаться за каким-то, конечно, там, диапазон цен микрофонов, ну, как у всего, тысячи раз может отличаться, да. То есть если бы, простые, дешевые модели, там, где-то, пять тысяч рублей столько. Вот. И ну, наверное, которые будут приводить звукорежиссеры в больших студиях, не считать, что только Нойманом или Фуркин за 10-15 тысяч долларов только в него можно петь. Ну, тоже это все лукавство, это неправо. Вот. на самом деле каждому голосу подходит свой микрофон индивидуально, да, и зачастую многие даже звезды известные, они записывают, предпочитают именно выбор, дают в большой студии, там, 10-15 микрофонов. пробуют, и они выбирают, и звукорежиссеры выбирают, режиссеры выбирают. Микрофон зачастую самый дешевый, ну, и один из недорогих. Вот. Ну, в нем, в нем, как бы, вокалисту комфортно, лучший от этого оттача и лучший результат и так далее. Вот. А дорогой, как раз, надо, вот, совершенно не подходить. Ну, я, вот, в частности, специально, думаю, использую недорогой микрофон, андиотехника О. я доволен на двести пять целей. Вперед Eurosum Вот этот микрофончик. Вот так он выглядит. Видите, цена тоже. Первые 2,60. Вот. Микрофон просто шикарный. Многим я показываю свои работы, да, у меня, как бы, мой родитель, это моя дочь. Так уж получилось, что она пишет, что она музыку и жировки. Она очень профессиональная музыка. Как бы я тогда открутил этот микрофон, у нас в основе как бы нет даже возможности их там протестировать, как-то сравнить, послушать. Как правило, берешь все это по отзывам, по каким-то, обшаришь объем формы. Ну, я как бы взял этот микрофон из каких-то выводов, которые я сделал, в общем-то, так свеклую. И нисколько не ошибся. Люди спрашивают, а какой микрофон написали? Ну, если скажем, что вы такой, некоторые много профессионалов скажут, что это типа несерьезно. На самом деле, делали микрофоны совершенно. Поэтому, в какой билет в этот мир, вот в наше время, стал, ну, очень доступный. Опять-таки, что еще нужно, какие еще программенты для домашней студии? Ну, даже если вы гитаристом, или все равно вам нужно программировать какие-то види партии. То есть, допустим, бас сопровождения, барабаны какие-то наступить на билайт, ну и так далее. То есть, обязательно нужна какой-то виде контроля. В виде клавиатура. Вот маленькая виде клавиатура, к примеру, бывает. Ну, стоит там совершенно небольшие деньги. Вот есть под линейтом, на 60 клавиш, там, на... Вот, не знаю. Вот. Стоит ли... Ну, и, соответственно, на эти кнопочки переключаются оттавы. То есть, если не хватает переключить, то на следующую оттаву. Ну, конечно, это не так удобно, как вот на такой огромный проводник, полнооктавный. Ну, с другой стороны, это компактно, это легко. И для большинства случаев есть люди, которые вообще не используют никаких клавиатур. Они мышкой рисуют, в пьяной роли. Мышкой рисуют донды, аккорды. И вот, и делают супер трек. Вот. Особенно, там, электронная музыка. Там, подразумевательная, даже, имитация живой игры, там, пианиста, какой-то, там, с пассажем. Вот. А какие-то там аккорды вполне можно рисовать мышкой, где-то откорректировали. Ну, вот. Но все-таки рекомендовано иметь такую штуку. Она, по-ъю, не подключается к компьютеру. И, как бы, там, особые действия не требуют. Есть более сложные модели. Там, допустим, есть, там, какие-то квадратики, трампады называются, да? То есть, на которых удобно надевают барабаны. Ну, тоже, там, очень большой разбор. Вопрос возможностей и цен. Вот. Ну, как-то мы говорим о какой-то такой небольшой домашней студии, все же должно это еще компактно помещаться, как-то в наших маленьких квартирах и так далее. Вот. Ну, и к самому главному подошвению, да? У нас есть компьютер, подходящий, да? Есть у вас звуковая карта. Можно через что-то слушать то, что мы видим. Мониторинг – это самое важное для звука. То есть, то, как мы слышим, соответственно, это… То есть, сдаем, да? Если мы слышим искаженный, неправильный звук, то рассчитывать, что это будет хорошим и… Да. Да. Поэтому есть такая… Ну, в идеале это должно быть студийный монитор. Что такое студийный монитор? Это колодочки. Ну, это не они, это просто акустика. Это концертная. А студийный монитор – это активная колодочка. Это тема, как у вас в мультимедийной колодочке. Ну, и есть… Ну, как у слова там… Берем. Откуда вы на мониторе? Какие вы на мониторе? Какие вы на мониторе? Да. Как они перечитают? Ну, вот, да… У меня дома стоят какие мониторы. Они в последнее время выпускаются. Но я более чем доволен. Это 5 дюймовый… Это динамик и… Ну, не важно. Чем они отличаются? Выглядят, вроде бы, как обычные компьютерные колорки, примерно, плюс 91 квадрат. Чем принципиально мониторы отличаются от отзыва? Матимедийная любительность. Прежде всего, ровная АЧХ, амплитудно-частотная характеристика. Ну, насколько это возможно. Она передает именно тот звук, который записан. А матимедийная любая техника, даже хай-фай, хорошего уровня, она призвана не передать честно, а передать максимально красиво. Поэтому все эти красивые колонки стоят в домашних кинотеатрах, они передают не честно, а красиво. То есть, они что-то там посыпли, украсили, что-то приукрасили верха, там что-то открылись, что-то смазали. Ну, вот руки как бы, так, чтобы, с той задачей, не задача, чтобы как-то там больше разной музыки звучало максимально хорошо. Вот такая универсальная носорова. Эти же, у них другое назначение. Назначение, как я уже сказал, честно и детальность будет, прежде всего. Чем они еще отличаются? Они отличаются по размеру. То есть, вот эта 5-дюймовая, например, от какого размера. То есть, небольшие, компактные, спокойно, там, становятся справа с левого монтора. Мощности у них более чем достаточно для домашней студии. Ну, редко у них их используют более чем на полмножить. Это раз. Есть. Дальше идут, допустим, 6-7-8-дюймовые. То есть, больше и больше, соответственно, габаритных размеров увеличивается. Чем больше эти колонки, тем лучше идет отдача самых низких часов. Если, допустим, вот эти вот 5-дюймовые, они, по-моему, там, выше 70 Гц, ниже 70 Гц уже, в общем, там ничего не слышите. Поэтому, если музыка такая суббасовая, такая, типа хип-хоповая, вот, и где нужно суббасы контролировать, вот. На них это невозможно сделать, вот. Ну, для большинства стилей, ну, такие вот, правила достаточно. Ну, как бы супер вот с этими, с низкими частотами, это отдельная история. Там, конечно, можно ошибиться, вот. Поэтому надо еще иметь, помимо мониторов, мониторную научность. Даже я бы сказал, что на первом этапе мониторная штука довольно дорогая. Даже вот такие вот, Ямахи считаются недорогой техникой. Ну, по-моему, порядка, там, 10-200 штук стоят на колонках. То есть это, ну, уже довольно-таки предыдущая сумма набегает. А, допустим, наушники, наушники, хорошие, профессиональные наушники, вот. Ну, начинаются, наверное, там, в цене около 5 тысяч, ну, и там в районе 15. Это уже, в принципе, самый, по-моему, самый крупный наушник. Ну, может быть, очень дороже. Вот, дороже. Вот, марки я сейчас не буду называть. Это уже второй этап. Ну, в принципе, есть. Я бы советовал. Есть нарисованные какие-то. Вот, AKG, AKG 240, да? Вот. А это что-то типа в районе 5 тысяч там, в цене. Вот. Они будут, было бы этого типа, они будут. Вы не сможете услышать самый низ, самый верх. Будут относительно ровно. Действительно четкое передовое. Хотя, конечно, вы делали, нужно, помошники подороже. У меня, там, у Синхайзер, 666, у меня лично, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня. Я, с наушниками очень буду. Разница очень радикально, по сравнению с любыми другими наушниками. И бытует мнение иногда, что в наушниках сводить неправильно, так что вы ошибетесь со стерео-панорамой. Ну, это часть и правда, конечно, потому что стерео-панорама нам лучше не позиционировать, когда мы находимся в каком треугольнике, правильно, вот так вот, первый ряд, вот эти две колоды. И тогда мы понимаем, точнее, когда мы в наушниках, у нас нет понимания, где находятся звуки. Немножко все по-подробному происходит. Ну, на самом деле, как бы, стерео-позиционирование инструментов и, там, каких-то элементов миксов, это не та задача, чтобы кому-то... Ну, как бы, она, эта задача важна, но ей это можно сделать, буквально, там, мониторы переключиться или какие-то колонки даже, и ты ее расставишь под фонарами. А большую часть, вот, особенно дома, учитывая, что у нас есть домочадцы, там, мама, папа, вот, дети, там, отсюда... Постоянно, там, какую-нибудь фрагментную воду у вас выгодно для дома. Поэтому чаще всего мы сидим в наушниках и делаем все это в наушниках. Поэтому наушники должны быть удобные, вот, комфортные и хорошие. В целом, как бы, вот я уже много всего наговорил, и уже начинаются такие вот калькулирования людей, да, это, 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 курсы, сколько денег у нас нет. Ну, речь не о том, речь о том, что если мы, начинающий человек, интересующийся, он получит эту информацию, да, у него в голове упорядочится, как-то, поэтап, где начало, где середина, где развитие и куда вы можете дальше. Вот, и тогда он уже может сам для себя принимать решение. Мы будем своих учеников всегда поддерживать, как бы, естественно, не бросать даже после окончания всего этого. Я не буду так информационно поддерживать. Плюс мы, помимо того, что мы успеем дать на курсах, да, в таком тесном общении, мы будем давать всем нашим ученикам по каждой теме миллион материалов всякого. То есть, это ссылки, ну, как бы, это такая вещь, вот, музыкальный продакшн, в которой люди учатся на протяжении всей жизни. То есть, они, действующие, они все равно смотрят на то, что кто-то что-то новое забыл, появились какие-то плагины, то есть, какие-то там новые способы, новые техники. Люди делятся и обсуждают, пробуют, экспериментируют. То есть, это такой перманентный процесс. Поэтому я пересмотрел тысячи, не знаю, десятки часов всевозможных, там, обучающих рук Толева, всяких там этих форм. Я много тоже практики делал. Вот. Мои друзья знакомы с Компельсией. То есть, это процесс такой постоянный. И мы знаем, кто делает хорошие, кто, у кого можно учиться. Мы будем давать вам ссылки на эти видео. Они у нас все отложены, все эти ссылочки, все материалы. Что почитать, что посмотреть. И так далее. Где что там найти, скачать. Где хорошие звуки, где хорошие инструменты. Что вам лучше подходит. Ну, в каждом конкретном случае. То есть, вот, как бы, идея такая, что мы создаем такой клуб, где мы будем, значит, общаться все. Помогать друг другу. И все это, в общем, глобальная популяризация этого направления. Потому что это просто интересно. Это захватывающая, интересная вещь. Вот, за то, что мы занимаемся. И я, честно говоря, знаю мало людей, которые, вот, когда до сюда идут, просят. Надоело все. И они, как бы, вообще этим не занимаются. Потому что, ну, это, как бы, такое увлечение большое. Вот, ну, как бы, давайте, пока я остановлюсь. Вы задаете вопросы. Постараюсь ответить. Можно? Да. Кристина, меня зовут. Угу. Очень хочется узнать именно о вас. Вы программисты, музыканты, как начали свои годы? Да, давайте расскажу. Вот, естественно, сайте у себя написал. Оно. И написал чистое право. Вообще, я вот, все, что говорю, это чистое право. Вообще, никакого нет. Бывания от того какого-то, чем-то поединиться. Вот, я просто написал, что домашняя студия, вот этот проект, да, это автобиографическая студия. У меня дочь. Вот. Она закончила сразу в школу. Насколько кима Назаритова. В общем, не знаю. В конце года только закончил. Сейчас я иду из Москвы. Учится в Москве. Она на мобилвизуальной звукописусуле. Музыкантину. Вот. И она пишет музыку очень давно. С самого детства. Вот эта творческая. Всегда. Вот. Узабили. Возможно остановить. Вот. И там в джазовой школе иногда дать ей должное. Ну, как бы в классических школах, да, ну, не подразумевается вообще какое-то там сочинение, какую-то музыку. То есть вот вам ноты, вот вам шарпен и так далее играйте. Правильно? Тренируйтесь. Отсюда. Вот. В той школе, как бы, немножко рекламируем ее. Ну, как-то педагоги нашлись понимание, что, да, Педагоги написала блюз. Ну, давай твой блюз какой-то. Ну, мы его там отшлифуем. Ты отрепетируй полностью все. Сыграем вместе с музыкантами другими. Там, на что там концерт или на экзамене. Вот. И, фактически, она, вот эта джазу, с восьми лет, наверное, началась. Первая группа. Какой-то блюз. Потом пошли песни. Потом она всегда это списала со стихами. Есть у меня инструментальные, но их очень мало, на самом деле. С собственным количеством. Вот. И, как бы, и вот она там писала музыку. Ну, мы там дома. Тогда был у нас, как бы, синтезатор такой, самоиграющий. Димаша. Ну, там была встроенная секвенция. Куда можно было записать, ну, там опять дороже. Парапаны, там, бас, там, все еще. Вот. Да и память была там очень внутренне, очень маленькая. И с компьютером никак она не коннектилась. Ну, это двухтысячные, начало двухтысячных годов. Да. На самом деле техника ушла очень далеко. Вот. И она быстро забила память в этот компьютер. Там еще что-то писала. Ноты. Так, и так, и так. Потом я ей купил вот этот инструмент. Это ей было, наверное, 12-13. Ну, я уже понял. Она уже в 27-м была в этой школе. Что это ее жизнь, профессия какую-то. Я не вспомнил. Без этого она не может. Я купил вот этот синтезатор Yamaha. Себе. Везли его. Вот. Вот. С ним же в комплекте тогда, поскольку Yamaha, я уже говорил, купила компанию Steinberg. Такая знаменитая немецкая софтовая компания. Вот. С ним в комплекте был Cubase. То, о чем я говорю. Cubase 5. А это она называлась. Ну, а приезд этой Cubase там было 16-й дорожечкой. Секвенсер. Ну, тем не менее, как бы что-то поможет. Ну, с Cubase, честно говоря, не заладилось, потому что она еще маленькая была. Я как-то так далек был уже совершенно от компьютера от всего. Ну, что-то мы там писали. Ну, в общем, несерьезно. Вот. Потом, значит, как-то я... Вот. Она сочинила очередную, на мой взгляд, шотелку. Ну, так все, наверное, родители, то, может быть, дети шотелы сочиняют. Вот. Я думаю, ну, как им они мне записать? И я... Это было дело зимой. Праздники на выходе. И я, значит, себе вот поставил Logic. У меня был MacBook. Ну, и сейчас он есть такой. 13-й. У него есть еще. Mac. Простенький. Вот. Я поставил Logic. Вот Logic оказался намного более интуитивный, как бы. Ну, как все продукты Apple. Это же программа Logic Pro X, кто не знает. Да. Это только для Mac. Собственно, у них есть такая политика, да. То есть они делают... Для... Только для Mac. Продукты, допустим, Final Cut Pro или Logic. Они стоят намного дешевле аналогичных программ, которые были мультиплатформами для PC и для Mac. Вот. Ну, с тем, чтобы мотивировать на покупку в своих 60 Mac. Вот. Для Apple продукции. Вот. Вот. Ну, и тем не менее, как бы, Logic мне начал даваться легче. Вот. Я начал его осваивать. Ну, я вот давно был как профессионал. Он звукорежиссер. В нашей школе. Он был очень важен. Я не программистом. Вы видите, ну, я себя позиционирую как... То есть вы начинали с чистого нуля? Я начинал с чистого нуля, и мне было уже вообще много лет. Как бы я, честно говоря, ну, настолько был далек от всего этого, что вот, когда я Игорь позвонил тогда, и говорю, я хочу где-то сам научиться. Ну, он так, наверное, скептически на это все посмотрел. Ну, куда учиться там 40 лет? С лишним. Вот. Ну, тем не менее, у меня был такой напор. Ну, и у меня была масса материала. Я то, что осваивал сам, я показывал свои точки, как быстренько это все. Ну, я вам могу показать, к примеру, проекты, да? То есть сколько написано проектов у нас в лодочке, да? Вот. Вот это вот черненькие точечки. Это проект. Ну, то есть, проект, вы понимаете, да? Это песня, аранжировка. Вот. Вот. Последние 7 дней. Средние 30 дней. Средний сентябрь, август. Ну, это без живых инструментов. Без вокала, да? Без вокала. Она, знаешь, поет. Я могу поставить. Поставь. Поставить. Вот. Вот это вот, видите, количество. Ну, понятно. Скажите, а вот программа, которую вы предлагаете, можно ее почитать? Да. Вот она на сайте доступна. Вот. Чтобы знать. Тут конкретно норма. Да. Рама такая довольно общая. Да. Сейчас мы его встречаем. Да. Вам здесь видно или нет? Да. Подробнее. Ну, это вот, смотрите, первое введение, да? Мы будем вначале немножко физики, может, отличноты. Мы будем показывать, что такое анализатор, как устроено наше понимание, что такое сутбас, что такое сутбас, низкосередина, высокосередина. Производство, присутствия, временность, высокосередина и так далее, да? Все это, естественно, с примерами, с тем делами. Как нам... Урок – это один день? Да, урок – это один день. Два раза в неделю. Вот, скажем, вот первый урок – полтора часа. Это первый день. Да. Ну, это примерный план. Мы его можем, конечно, еще корректировать. У нас нет министерского образования над нами, которое будет там счастлив. Поэтому мы, как бы, будем гибко подходить. Вначале опросы, конечно, на студентах. Может быть, первый день их раздвинуть на котельную, там, где вы начинаете ходить. Вот. Потом мы, значит, вот, думаем, большая тема посвятим все-таки компьютерам, цифровым рабочим станциям. Это динчатого аудиооттечения, это все, что мы по-другому называем еще секвенциям. Это программа основная, в которой мы записываем. Да. Лоджик, на устройство, гипер. Это он и так далее. Ну, а базовая какая будет программа? Понимаете, как у меня лицензионный есть лоджик, да? Нет, нет, нет. Базовая программа, на которой будет информация. Я предполагаю, что начинающим можно все объяснять на лоджике. Когда они уже продвинутся и выберут для себя, для своего жанра какую-то другую программу, это уже второй этап. Поэтому я буду объяснять на своем родном, который я знаю хорошо, все таковылки, все нюансы, какие-то простей и так далее. Теперь все просто, подумки, нагрузки, наглядно. Будем объяснять на лоджике. Если человек сразу же заходит... Можно еще, я параллельно сейчас осваиваю вот этот пост. Он страшный динамик, вот этот рингер такой серийный. Но на самом деле он уникальный по своему. Программа она допиливается пользователям до любого состояния. То есть можно сделать буквально справа налево, слева направо. Комбинация действий нереальная для других психиатров. То есть он очень гибкий, настраиваемый. Это с одной стороны как бы хорошо, с другой стороны плохо. Хорошо чем что? Да, когда ты продвинутый человек, ты можешь его настроить так, что он нажал кнопку, укладываешь, что сразу нужен инструмент, куча этих, создался, и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то действия он делает очень лихо, например. Плохо тем, что нужно быть продвинутым. Чем же он хорош? Он бесплатный. Чем он еще плохо? У него нет своих инструментов. То есть это у нас там всегда ОСТшки, еще и не какие-то инструменты. Ну, это одна тема про это. Пока будем, я думаю, учить на лоджике. В нем есть все. Есть инструменты, есть все средства для создания музыки. Компьютеры. Спросим, какие есть у людей. Посоветуем, что можно сделать за компьютерами. Минимально. То есть если у кого-то что-то старенькое там есть, ну, процессор более-менее годится там работает. И вот такая оперативка. Мы можем там накупить эту флажку оперативной памяти, чтобы она там чуть-чуть быстрее. Может кому-то... Ну, как бы индивидуально. У нас есть специалисты, которые могут помочь построить компьютер, в том числе, и Аркроиде и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно, он должен быть не совсем. Есть вариант, знаете, как, если хилый компьютер, но есть прям дикое желание, да? Есть такой вариант, да? Допустим, 5, 7, 8, 10 лет назад компьютеры в общей массе были слабее, чем сейчас, да? Нормально как. Вот. И вот эти же программы, вот эти же лоджи, сейчас 10-й, был 9-й, там 8-й, там лицо. Они были менее жручие, менее требовательные. И можно вполне сейчас обережать в общем доступе бесплатно эти программы предыдущих поколений. Можно поставить и вот. Соответственно, плагины были. Ну, это как бы так, шаг назад. На старом, тем не менее, люди тоже делают хорошие проектики. И некоторые вот так вот сидят на старом 9-м лоджике, ничего не обновляют, не пишут гениальную музыку, да? Потому что они нашли свой инструмент и ничего не надо. Ну, мы так вот много со временем идем, поэтому будем рассказывать то, что сейчас актуально, что новое, что... И расскажем немножко, вот скучноты может быть не музыкальные, но это важно, потому что нужно понимать, что такое битрейт, что такое дискретизация, что такое медиа, какой канал, что такое программы, где входы, где выходы, куда как. Как все это коннете, что все оно работало и вперед, дальше. Ну, это на втором уровне, первый уровень. Вот. Дальше уже более практические пошли вещи. Будем насваивать аудио и миди. Кто не знает, значит... Ну, аудио это понятно, да? Это гитара, ну, включается в другую карту, шутковывается и идет звуковая аудио. И пишет, да? Ну, как бы. Примерно, я думаю, не сложно так раз. Миди — это... Такие вот... Проще показать, наверное. Ну, давайте, ну, бухотворяться, да? Вот. С уровнями, с редактированием, копированием. То есть такой рабочий процесс, чтобы человек понимал как быстро ориентированно. Корентироваться в проекте, что... Ну, как что скопировать, как что обрезать. Ресайзить, там, глупости, петлю и так далее. Ну, это во всех... Примерно во всех секретациях все петли очень похожи. Немножко разные, там... Это, ну, как назвать, автомобили. Как бы у всех здесь руль-педаль, но чуть-чуть все по-другому. Так. Потом важный урок — это программирование барабанных пакетов. Программирование. Либо там какие-то есть самоиграешные барабаны, там... Миди... Ну... Варианты. Потом есть лупы, перкуссионные, которые можно... Готовы... Сэмпл паки и так далее. И как это... Самые два основных инструмента, два сопря, которые конфликтуруют часто. Баз и бочка, да? В личном прибору. Вот. Как это дело сводить, чтобы это... В принципе, так сказать. Может быть, одного урока не хватит. Может, мы это... Посмотрим, как хороши... Вот. Пятый урок — сведения, да? Ну, то, о чем я говорил. Как сделать баланс, как развести это все на нашей стереоконтине, как добавить глубины, дальние планы, нижние планы и так далее. Вот. Обработки. Хвалидация в компрессе. Ну, две самые основные обработки, чтобы у нас в миксе все поместилось и все сочеталось. Давай хотим на целый год посещать. Эффекты. Это без этого никак. Все эти дилеи, задержки, ревера, полы, вот. Моделизионные, хорус, лэд, пейзер, вот. Все это опишем. Принципы, физику, примеры и так далее. Вот. И мы все это время, да, я так планировал, чтобы на протяжении всего полса, мы будем потихонечку нарабатывать какой-то трек. То есть писать, допустим, когда у нас урок нет, мы будем не просто в ней пробить, мы будем реально писать трек. Будут ребята пробовать что-то там, поучили здесь что-то вместе. Вот. И, подходя к концу, ну давайте, у нас тут немножко осталось. Значит, важный урок — это другого банда эффекта. Как, короче, сделать, для чего это все? Чтобы вот все туслое и маленькое стало таким большим, качевым. Что все, все, как бы… Как это вот делать? Потому что часто вот записали, оно такое… Ну, сравниваешь с рейдерингом, с коммерческим рейдингом. Понимаешь, что у тебя все такое, все маленькое, все такое, все неяркое. Вот. Вот. Вот это призвано эти процессы тоже все это раскрасить. Вот. И мастер-секция, да? Ну, это уже, так сказать, совершающий, скажем так, этап всегда. Объясним, что такое ноль цифровой, что такое компрессия общая на мастере, что такое эффекты стереоношения, ну, все такое лимитирование, как сделать там что-то RMS, там, кто знает, да, там все вот эти документы, ну, вот какая должна быть громкость, как его пережать, как не пережать, как сделать, чтобы было громко, но не пережато, вот, и тогда… И наконец мы это, как все это дело экспортировать, получить готовый файл. ВАП, или, ну, то три, или, там, AAC, AAC. То есть, ну, там тоже есть нюансы, да, там, дизель, там, частота, трейдинг, 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 то, чтобы понимать. Все. И наконец мы как бы все это сделаем. И вот эта практика, да, последний урок. Ну, как бы, притонговым, и мы пишем трек, используя заготовки для следующей программы. Ну, более кратко, как бы я не смог уместить всю эту программу. Конечно, все это можно было раздуть на 5 лет высшего образования, вот, но это другая тема. Нам нужно здесь и сейчас, быстро, и сейчас такое время, что, честно говоря, я разошел вам высшего образования. У меня были студенты. Я просто не могу понять, я получил огромные деньги, он едет в Москву, вот. Это неэффективно. Это просто, как бы, понятно, что молодежи можно где-то учиться, нам получать какие-то курочки. Ну, просто не общество. Ну, если честно, я получил образование по этой теме самостоятельно. Он просто использует ресурсы. Нет, я вам так скажу. Я когда начинал, я купил. Я купил укладный курс. Потому что я вот так упривался в интернете. Тоже каша, каша информации много, ничего не укладывается, иначе пробовать не получается. И вот так вот в результате этого образования я набрел на очень богового человека, романских, скажем, теска. Он берутся в концу. Он приходит в Умениканск. Он работает со звездами и так далее. Но в том числе у него образовательные курсы, которые выпускают и продают. Ну, дело-таки, анонсы видел. Ну, мне настолько понравилась его, так сказать, четкость такая. Без воды я не умею, честно скажу. Он все делает очень четко. То есть ни одного лишнего остального. Все как-то охвачено. Я у него купил сполоджику. Скачал ее там, по-моему, часов на восемь. Вот. Весь посмотрел, попробовал. Он более долго скачивался вместе с проектом. То есть он вот этот проект у себя открыт. Пощупал еще. Подключить. Переделать. То есть это эффективно. Купить курс онлайн. Но, опять-таки, нужно иметь какую-то способность к самообразованию. Не у всех это есть. Если люди безумно талантливые, им нужно один раз показывать пальцем. И дальше он каёт. А так, чтобы самому пропасть. Но это вот здесь. Мы не пробежали. Так как я там вообще. Это так. Вот. Поэтому мы хотим сделать доступный выбор. Чтобы люди не тратили на вот эти. Ну, это мне повезло. Я вам сейчас говорю. Я его могу рекомендовать. Если получше. Кому там покупки. Совершенно бесплатно. Ну, есть люди, которые покупают такие курсы. Там практически ничего. Ну, что-то есть, но оно мне сильно помогает. Поэтому я думаю, что живое общение, живые люди, живые курсы. И опять-таки, у нас, мы будем, ну, сейчас у нас концертная. Там, где у нас на занятиях будут нормальные студенты, мониторы. С комнатой, конечно, сложнее. То есть я не в состоянии, пока сейчас это будет такой. Будем стараться хотя бы увидеть на основную окупаемость. Поэтому снимать непостоянную оборудованную студию сейчас не резон. Ну, и думаю, нет смысла. Потому что новичкам там дуансы помещения там и так далее. Это пока рано. Более того, в комнате, в домашней службе таких условий не будет. Да, совершенно верно. Поэтому я и сразу говорю. Не гонитесь за большими мониторами. Восьмерки, если вы возьмете мониторы. Просто, ну, не знаю, что кого-то комната думала, как этот зал, кто-то, да, на просмотр не меняет. Ну, как правило, обычная спальня, как, ну, там, или три всякие там или какие-то там. Вот. И только мы работаем в ближнем поле, вот. На средней громкости на поле. И наушники. Наушники, там, все ручки. Наушники, там, набиваешь барабаны, наушники, 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 наушники. А уже там панораму проверить, свистить, там, ну, послушать, как мир будет. Из другой комнаты. Из этого это тоже важно. Вот. Это нужный момент. Сколько человек вам любит? Знаете, как бы, я немножко, ну, расстроен, что сегодня мало. Потому что записалось более 30 человек, что-то не вижу их, потому что нет. И я, как бы, в идеале, группа должна быть около 10 человек. Ну, скажем так, если будет около 5 человек, я это дело начну. Я как-то смогу выйти какой-то, ну, с арендами, со всеми домами. Я это начну, где-то интересно буду развивать. Я просто очень поздно анонсировал эту идею. И буквально за 10 дней вот с рекламами. И я не очень большой специалист рекламы в соцсетях. Точнее вообще никакой. Я планирую не найти никакого. Здесь, например, людей, которые активно это все продвигают сайты. Тоже пока не продвинут оплачивания рекламы. Где-то там поиски, где-то там не сразу находятся. Вот, поэтому развиваться нравишься. Идей более чем достаточно. Опыт. Как бы я не один. У нас есть, у меня есть соратники. Игорь – это профессионал, человек, который 25 лет со звуком занимается. Вот. Нарис. Немного больше меня, с одной стороны. С другой стороны. Я более такой, ну не знаю, может быть все, ближе к нам. Скажем так, я такой же, как и мы, только я потратил на это дело массу времени. И знаю немного. Вот. Ну могу как бы… Вот уже… Сколько у нас времени? Да, уже времени остается немного. Поэтому можно плавно перейти ко второй части. Могу поставить миг, да. Кто-то хотел послушать какой-нибудь из последних. Моей дочери. Да, допустим. Моей дочери. Дочка ваша. Не сделала, да? Да. Она полностью у нас видится. Сама пишет, я даже не знаю. Я прихожу, думаю, сплю, он что-то новое написало. Да. И я там чуть-чуть смажу. Хотя она уже сама немножко плохо даже. Даже в общем-то она не выпала. Вот последний я сводил буквально 10 минут. Могу вам поставить. Я помню, ребята. В то же время представить либо что-то сделала. Ни дочери или нет? Могу койлено, мною. Могу койлено вам. Могу койлено вам. Хотя он ничего не туда. В общем-то. Зайд, верно, что это... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Я взял какой-то пресет, беру пресет, который чем-то напоминает. Ну а потом начинаю наручивать этот звук, он прям идеально был. То есть экспериментируешь с осцилляторами, с синтезаторами. Какая там лопанты выглядела, сятое, 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 фильтры. Ну и в общем наруливаешь такой звук. В итоге звук баса. Ну вот это я наруливал часть в синтезаторе. Потом дальше мне это показалось. Идеально, немножко эквалайзером поправил. Чтобы она подходила побольше. И закомпенсировал. Получился очень похожий звук барабаны, допустим. Для барабанов я взял вот такую драму машину. А кто же Артурия? Артурия, как говорится. По-моему, французская, это Артурия. Это мясо. Ну ладно, они делают инваляции программные, да, вот лайки. Разных винтажниц на минуты в другую. Завтра, там драм-машинка, да. Вот видите, такая драм-машинка. Она ее всю ленточкой продается. Это можно, потому что по столу есть. Это ее. Купить ленточку с вот какими патрами. Это самое. Здесь есть вайбер, да. И есть куча драм-машин. Это сэмбер. То есть с реальной драм-машинкой были записаны звуки. А вот сэмбер, так называемые кусочки Артура. Вот скомпонованы такие библиотеки. И вот они здесь в этом, по-моему, в артурии где-то гигабайт написали. И вот такой был ленточек драм. Драм-машинка очень популярная в 80-е годы. Здесь, наверное, было Майкл Чексон, Дриллер, Селиндран. И всем, кто напоминали живые барабаны. Первые драм-машины. Ну, что я еще сделал. И здесь в этой же есть секренты. Что такое секренты? Вот здесь вот. Это фактически такой мини-хоз. Микшер такой, да. Вот эти каналы. Рабочий барабан, бас-барабан, хай-хэд. И вот этими квадратиками мы ставим время, где должно произойти. Ну, и, соответственно, микшери, вот тут же все, все это сделать с какими-то гиги. Я каждый из звуков барабан на почке по-разному эквализировал, по-разному компрессировал. Какие-то эффекты здесь применим там. Вот это все. Ну, радио. Ну, сколько мы снимали? Это. 5 часа-два. Ну, 4. А тут вечерочник с коротоком. Сложнее было, допустим, снимать. Дальше во второй части пошли. Ну, единственное, не попало, конечно. Для Икеева не было. Так вот, вот. Здесь есть, пошли уже, допустим, гитары. Гитарное сложение. У меня это не гитарит. Гитары все писать ему. Но есть здесь в лунжике какая-то такая группа. Вот. То есть, допустим, мы выбираем инструмент. К примеру, там, гитара. Электрический гитар. Да? Вот. И выбирали, там, вот перед другом. Джазер какой-то. Куда-сюда. Там. Диска. Здесь видно, что там. Диска. Вот. В общем, я в этих лунжике нахожу похожий гитар. 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 Транспанирован на минус пять. То есть. Пять полотонам. Вот. И. Я скажу, вот, даже если он где-то чуть-чуть не пьет по агромонией с оригинальной. Ну, фундаментарная басовая нота надает. И работаем. Вот. Это, ну, ритмичный, скорее, или нет, это пусимон. Ну, в общем-то, идеально с гитарами. Сейчас поставлю. И. Гитарам, агентарная басовая нота надает. Запеча. Во! У. 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 Так. У. 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 Так, это маньяк, а вот. Включается. 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 Ну, я скажу, все равно это невозможно сделать один в один по одной причине, что это такое. У него оригинально, это уже мастеренный трек, который уже прошел сжатие. Мастер, это у меня трек без мастера, без общей нагрессии, без ничего, то есть это просто... Но тем не менее, такие упражнения позволяют подходить. В конце концов, когда мы на референции ориентируемся, на готовые генерические произведения, у нас уже в голове происходит свой собственный мастеринг. Мы уже понимаем, сколько должно быть баса, сколько должно быть с нейра, как оно звучит. И в целом, как мы его сходим, намного ровнее, намного приготовленнее к правилам, в таком-то результате. То есть, учителя торчит. Поэтому вот так работа с референцией. Есть ли работа с референцией? Роман, ну, тем не менее, ближе к вашему, не знаю, после домашней студии, тем не менее, вы сделали сайт, то есть, даете концепцию, ну, совсем не начинающих, да? Да. Полностью. Хотя сейчас, конечно, профессиональные вещи затрагивали. Ну, это просто забегаем, да. Я просто знаю, что кто-то здесь уже есть. У вас, ну, сейчас вы как пробную уроку можете набрать, да? Я, да. Я хочу набрать, ну, сколько наберется человек, там, от пяти до десяти, допустим, человек, то где-то в центре, ну, у меня есть... А есть отдельные уроки какие-нибудь? Ну, по отдельному, по отдельному, не знаю, правильно? Образотки отдельные, ну, ну, профессиональные, как-то, где-то во всяком школе по-разному просто объясняют. Все-таки, вы понимаете, как бы, я хотел это дело развить во что-то более такое масштабное, но отдельные индивидуальные архитеты, скажут, я, знаешь, у меня она не интересна. Нет, не отдельные. Зачем? Мастер-хатский по отдельной теме. По отдельной теме, ну, естественно. Я просто хотел, чтобы у меня были подготовленные, скажем, люди для начала из начинающих, собираться в классах начинающих, и там у них выросло пять продолжающих, которые хотят там... Ну, это все равно вам надо вот такие, так сказать, открытые уровни делать, что люди там, так как делали. Да, а мы только там, познакомившись, там, что-то это, вот, напишу, вы должны сейчас управлять. Сейчас, ну, реклама, вот так, и, возможно, и неудачное время будет, конечно. Ну, 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 да. Да. Да, с коробки и доктали, конечно, спасибо вам огромное, что, значит, для вас, для присутствующих, для вас такие важные идеи. Там достойно. Там достойно. Не, ну, вы единственные достойные заявили, что это просто. А вы все достойно говорят, что это сложно. Приконите. Я вам скажу, я единственный единственный вид, что это достойно. Что это причем? Ну, это не кардинальная отличность. Это просто. Не, ну, нет. Абсолютно не отлично. Да. Ну, ну что, попробуем что-нибудь сделать? Давайте. Как мы планировали. Да. Надо есть еще время. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, нам нужно тоже задать вопрос. Да, конечно. Меня тоже задано. Значит, ну, у меня просто какая задумка, почему я поймался. В акюрине пришел. У меня есть 13 песен, я хочу его сделать как музыкальный фильм. И, исходя из этого, я вот ожидаю, что, допустим, он указывает тебя в более правильных моментах. Надо же воспринимать эти песни. Раз, не так. И, второе, я еще не понимаю, как Антон Зуковяк его коннектить. Он будет говорить. Все в начале. Ну, это тоже делается в лоджике. Это самое. В лоджике есть такое окно. Я, правда, вообще тут видео не очень сильно. Но здесь есть такое окно. Да. Вот. И здесь создается видео. Мы сюда загружаем видео наше. В любом формате вы можете сделать. В целом такой формат. Ну, и здесь, там, в окошке есть. Здесь. Ну, то есть, это тайминг. И под это видео мы можем писать. Или, допустим, загружаем ваши песни. И сводим. Добавляем какие-то эффекты. Добавляем какие-то эффекты. Это интересно. В общем-то, дело. Ну, вот. Это очень, наверное, будет. Ну, точку, наверное, масса. Если, скажем, небежимую. Ну, мы могли бы создавать. Да. Клипы. Это важно. Это, ну, я не дошел. У меня, честно говоря, с видео как-то так не случилось. Я умею немножко работать над дом премьер. Вот, скажем так, что там собрать небольшую кусочку. Клип чуть не смогу. Вот. И, да. Приметивный, банальный эффект. И, типа, раскрыть. А почему они в виде его на корешку? Повесили. По его музыкально, что ли? Нет, там где-то написано, да, мелко. Ну, как бы, сейчас, все же, знаете, через интернет. Я все-таки буду сейчас активно через интернет. Это вот такая сторонняя реклама. На афишах. Ну, я как-то... Ну, у него нет. У него нет. У него нет. Может, кто прошел? А скажите, пожалуйста, а день на аранжировке и с записью песен занимаетесь? Да. 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 Я не пробовал. Можно для этого пробовать. Ну, если будет заказчик, то можно пробовать. Только попробуем. Ну, если будет заказчик, то можно попробовать. Есть куда-то пробовать. Не можно пробовать. Ну, знаете как, я, как бы, нарабатывал деньги взгляды совершенно другими способами. А это даже, так сказать, для души и я хочу для тебя что-то еще сделать. Я хотел заниматься без денег даже, бесплатно, но лучше же за небольшим, чтобы хотя бы был скользкий партнер. Поэтому цена для микро, поэтому никто не может дать меньше, я тоже меньше. Хотя у меня есть небольшой сюрприз, я приготовил, просто будет больше людей. И всем, готовым записаться сегодня на эти курсы, я 10% скидку уже готов подарить. То есть, считайте, что она у нас есть. Даже если вы не пойдете, вы можете ее дать передать в скидку. А в каком время обновились курсы? Ну, я думал, в январе первую группу, после праздника. А летом? Час работы? Нет, это такой вечерний вариант. Вы знаете, ну, то есть вечерний. Да. Ну, когда вообще все витера волосы, немножко начинает. Ну, у кого-то, по-моему. Я вот, по-моему, занимаюсь на ночь. Двух, трех. Перед сном станок. Так, ну, давайте напишем трек. Двух, трех. А, и еще, да. Еще я хотел... Игорь, если мне нужно обложить вот эту вот анкетку. Кто хочет, напишите здесь вот имя, возраст, телефон. Потом хост, колонка. Хост – это секвенция. Чем пользуется? Если не чем, пока просто проще поставить. Если, допустим, кто-то уже там облетован, напишите. Давайте с вас начнем. И где узнаем, что вам скажут. Вот. Я просто хочу вот эти имена, которые у нас создали, самые стойкие. Мы разыграем такую рулеточку. Хочу делать один суперприз, новогодний. Пятьдесят... Пятьдесят... Пятидесятипроцентно. То есть она будет стоять буквально 3 тысяч рублей. Здесь, естественно... У нас есть даже специальная программа для этого. Да. 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 Ну, вот так. А, вот. Да. Да. Вы знаете, вообще нет никакой разницы. Где делать им. Вот. Класс-студия очень популярная. Программа, она тоже такая. Интуитивная. Молодежь. В основном, да, реабилитационный. Вот. Мне она как-то не дошла. Ну, я... Я видел, как это делается. Принципы у всех одинаковые. Принципы одинаковые. Несколько человек. Очень много есть видосов по МПЛ и по всему. Но везде нужно, в любом случае, в принципе, понимать, что ты делаешь. Ну, почему у тебя... Почему ты этот компрессор вот сюда купишь? Многие крутят его и понимают. Ну, пока вроде накрутили все-таки. Но нужно понимать, что у него атака, что он релик делает, да. Для чего он это делает. Нужно ли его вообще делать. Вот этого мы всего по чуть-чуть расскажем, но можно даже и подробно. А кто-то, кто хочет разобраться прям сильно, как прислала. Есть мега крутые видео, но их надо сдать. И в основном они на английском языке. Кстати, сегодня еще даже тебе не говорю. Есть один очень интересный канал, такой мощный ресурс на ютубе. Американец. Он делает пазмы, видел такой увлеченный товарищ профессионал. У него серия про компрессоры была. Про компрессию вообще. И видео. Он лучше его как бы не видел. Вот мы всегда присмотрели миллион раз, да. Но у этого было настолько четко про все виды компрессии. Поговорили, какая-то какая-то. Вот. Вот он как-то так вот прямо проскалил. И он показывает все очевидно, наглядно. То есть реально. И вот у него вчера видео выпустил на канале на своем плагине 2017. Много несплатных, там отписал вкладных. Ну, которые там больше всего. Ну, хорошее видео, как всегда. Все четко по делу. Вот. Я ему написал комментарии. Говорю, хорошее видео там походило. Говорю. Говорю, тебе кто мне не предлагал на русский язык перевозки? Нет. Говорю, на другий язык не перевозки. Он вообще как бы не платит. Вот. Вот я даже думаю, значит, с ним закомпирироваться, перевести на русский язык перевозки. Очень быстрее. Просто есть много, но это реально. Знаете, все расскажут. Кто знает на русский, вообще, вот, обязательно, когда мы будем работать секенсера, мы будем, конечно, русскими словами называть такие вещи, как там, сейв, там, и так далее, там, вот, уже идти. Но на русском языке нет, да? На русском языке нет. Да, на русском языке нет. Я не знаю, есть ли это хорошо? Ну, есть. Убывали варианты переведенные, но вообще несколько это сложнее. Потому что везде в этом мире, везде термины укоренились уже этим. Убывали варианты. Более того, я вам скажу, есть, допустим... Убывали варианты. Убывали варианты. Убывали варианты. Убывали варианты. Убывали варианты. Там, где, во всех ресурсах именно в transfer? Да. Это просто так. Да. Из органы повторяют. По всех программах также имеют файлы, действ exact. Ну и так далее. То есть, когда к этому привыкаешь, то вдруг на русские языки мы идём разобрал к примеру. Я пока нашёл, где его выключить, в好了中共. А мы просто слушали, да? Это. Поэтому надо, хотя бы в терминологии во всём потихотечку Кстати, вариант можно было бы, ну да, вам, наверное, интересно, но для Мечко какого-то слова, да, эффектированного, который сам это походу, это походу, понимаете, вот, я же, любой хост подмилу лучше, там столько все, ну, понятно, даже вот человек, который всю жизнь работает, ну, половину не знает, потому что он не умеет, поэтому как бы там все переводить и заманчиваться, по-моему, что есть, вот. Это правда, что рассчитано под самые широкие группы задач, поэтому, так, ну, давайте что-нибудь выбираем для Барбелена, вот, я уже показывал, да, инструмент вранный лоджик, это такая вот, ну, а, точнее, вот, когда вот мы открываем чистый проект лоджики, какой есть вариант, ну, ты обладаешься, ну, какой-нибудь, кого обладает, мы можем выбрать, мы можем выбрать software инструмент, это, то есть, синтезатор, эксэнкер, бэй, 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 бэй. Это здесь на карте все время, вот, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, вот, это если мы пишем аут сигнал, микрофон там еще, если пишем миди, ну, software. Есть такая штука драма, это уникальное лоджиковское изобретение, фактически такая самая штука. Потом по умолчанию он, значит, нам дает что? Он дает в стиле рок какой-то параконный драм. Прямой рюкз, да? Вот один рюкз делает 8 дам. Вот, если мы нажимаем вот здесь на плюсик, вот, он делает еще один рюкз, да? Он делает еще один рюкз. И вот этим мы можем, допустим, это у нас в курсе, мы его тянем за вот эту штуку, вот, как его назвали? Делаем это по секунду, и чем-то попроще. Можем сделать, допустим, Y поменять. То есть лучше начинать третическое слово? По-разному бывает. Ну, обычно, да. Не, можно писать что-то под метроном, например, у вас есть песня под металл. То есть на эти панели будут с панели, ом, чтобы было легче от метра, ну, и пишите, для примеру, по-разному. Например, да. То есть мы начинаем с инклубинт. Вот. Самый инклубинт, да? Мы выбираем стейл-вейн гранитин. Проект стейл-вейн. Стейл-вейн. Да. Одну секунду. Я когда складываю проект, переключаюсь на более большую задержку, чтобы было как-то более легче обрабатывать. Она у меня сейчас стоит. Тысяча двадцать четыре центра. При такой задержке компьютер не надвигается. Вот мы можем навешивать пуску обработок. У него большая буфель. Но в реальном времени писать невозможно, потому что через какое-то время вы послышали звук. Поэтому мы переключаем на шестьдесят четыре центра. Это незаметно. Тот двадцать восемь тоже метаметно. Тот двадцать шесть тоже в общем-то метаметно. Тот двадцать двадцать начинается. Тот уже неприятно. Тот двадцать четыре. Самое главное. Тот двадцать два. У кого очень много компьютеров, без проблем. Ну я почитаю шестьдесят четыре, потому что тридцать два, у меня не будет значать тридцать. Вот. Как звучит райер. Ну, райер – это символ. Мы можем поставить другой райер. Курят и рит. Так. Так можно поставить. Оставим, допустим, тему 120. Властич. Ну вот, вы чарами. А, вы чарами бьёшку пропустили. А, да. Самое что-то отвлекло. Спасибо. 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 У нас есть какой-то панцифиан, который даже был украинен. Мы возьмем сейчас... Я сейчас вам покажу. Их бывает. Допустим, спектросоник. Вы слышали? Это антисфера, да? Антисфера. Это такая очень немножко контура. Она здесь... Здесь он не бывает. Антисфера. Да, потому что у него есть... К примеру, здесь... Ну, как библиотеки найдем... А, найдем... Эээ... 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 Вот такая гадкая, хорошая песня. 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 Вот посмотрите, вот здесь вот такая гитарка, вот такая вот гитарка. Она сама по себе вроде олицианскому бандеру, мне нравится, как она началась с этой гитаркой. Арктоп какой-то. Хоу-барри, это две три гитара. Хоу-барри, это какая-то статела, да? Соло русский. Сейчас, в общем-то, у меня вот просто вот эти библиотеки на внешнем русском языке вполне длинные. Долго, извините, а у меня тут стояло что-то. Ну это ж нежно, опять же. Ты всегда говорил долго, я не верю. Просто в общем-то, в этом магия СССР, у меня СССР большой, то что здесь, оно на внешнем, а то что с внешнего требуется. И вот опять-таки оперативная память. Вот видите, вот здесь память загружается, вот здесь истинка память, там еще что-то, еще что-то. Это же, когда вы работаете с библиотеками, то вам оператива нужна максимально. Ну, 8, это вот золотая середина, 16, хорошо. 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Гитара у нас есть, теперь нам нужно что-то отработать. А давайте возьмем ротологию. Ротология есть. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только посмотрите, мы нагадали сейчас, это называется, аранжировки. Тут у нас здесь всё, а для аранжировки этого не нужно, поэтому мы это сейчас перевестим вперёд.